Приветствую вас! Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно сперва разобраться с тем, почему молодой человек ушел. Что заставило молодого человека уйти от вас? Какие проблемы привели к тому, что вы с ним расстались? Только после этого, только после того, как будет понятно причины, по которым вы перестали быть вместе, можно будет говорить о том, что вы перейдете к стратегии, значит, по возвращению его только так, и не как иначе. Потому что по-другому сделать это, к сожалению, невозможно. Далее, в этих проблемах, которые у вас возникли, и вы, и молодой человек, несете разные доли ответственности. И для того, чтобы ситуацию исправить, чтобы вернуть человек, нужно понять, какую ответственность и какую роль сыграли вы в том, что мужчина от вас ушел. Только если вы увидите свои ошибки, увидите свои деструктивные триггеры в поведении, можно будет говорить о том, что вы сможете подкорректировать себя, а подкорректировав себя, сможете и в дальнейшем скорректировать ваши отношения с молодым человеком. Далее. Сейчас, когда молодой человек ушел от вас, сейчас вам нужно придерживаться нейтральной позиции по отношению к нему и не надоедать ему, не доставать его, не мешать и не давить на опять же него. Потому что все это на самом деле только лишь отстранит его от вас. Если вы не хотите, подобного, то я полагаю, что лучше вам будет сейчас немножечко проявить выдержку и терпение и не давить на молодого человека, ну, просто потому что это вызовет у него защитную реакцию. По-другому, к сожалению, невозможно, не бывает. Значит, а после того, как пройдет такое время небольшое, можно говорить о том, что вы занимаете, скажем так, позицию, вы занимаете, скажем так, довольно нейтральную позицию по отношению к нему и общаетесь с ним как бы заново наваживайте с ним связь. заново выстраивайте отношения, показывая ему, что он вам дорог просто как человек и не ставя перед собой первостепенные цели вернуть его обязательно как мужчину. и после того, как подобный формат общения между вами наладится, при условии его любви к вам и при условии вашей симпатии и любви к нему вы опять близитесь и сможете быть вместе. В определенный момент, когда между вами все будет более-менее неплохо, вам рекомендуется извиниться перед молодым человеком и попросить у него прощение, например, за то, что вы со своей стороны сделали, за то, что вы именно со своей стороны. Только за себя нужно просить прощение, за свою как бы часть ответственности нужно просить прощение. Это является ключевым, адекватным и правильным вектором поведения по отношению к молодому человеку. При условии, опять же, вы действительно хотите с ним быть. Это мне представляется, в данном случае мне это представляется вообще принципиально. Принципиально важно. То есть, ну, понятно, да, что если вы не будете извиняться за то, что, например, сделали вы, понятно, что если вы не будете извиняться за то, что, например, ну, как бы, за то, к чему привели ваши действия, допустим, то никакого налаживания отношений, в принципе, быть у вас не может. Это невозможно. к сожалению, да? Вот. Значит, далее, далее вы говорите о том, что вы хотите его вернуть. Девочка хочет вернуть парня. Вопрос к вам. И заранее прошу отнестись к нему серьезно. А для чего девушки парня почему девочка хочет его вернуть? Зачем девочка хочет его вернуть? Вот, пожалуйста, попытайтесь ответить себе на этот вопрос. И тогда, я думаю, что вы сможете лучше понимать ситуацию и сможете лучше в ней ориентироваться. На этом все. Если вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу, если что-то непонятно из моего ответа. так же обращайтесь, буду рад вам произвести моменты. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи удачи. Спасибо. Продолжение следует...